Привет, зритель! Лучшая подборка информации о звездах всех поколений ждет тебя! Итак, погнали! Селин Дион и Рене Анджелил Пора познакомилась, когда Селин была еще подростком, а ее будущий муж приближался к 40-летию. Влюбились они друг в друга лишь через 7 лет, после второй встречи. Их брак продлился 22 года, был очень счастливым и наверняка длился бы и дольше, но, к сожалению, недавно Рене скончался после многолетней борьбы с раком. Майя Плесецкая и Родион Щедрин Они познакомились на репетиции балета «Конек-Горбунок», поженились через полгода и прожили вместе 56 лет. Исключительно счастливых, как сказал Щедрин. Они ни разу за эти годы не разочаровали друг друга, зато всегда вдохновляли, восхищали и поддерживали. В интервью Майя говорила «Мечтаю об одном, чтобы Щедрин побольше пожил. Без него жизнь для меня теряет интерес». Так и получилось, она ушла первой. Андриана Челентано и Клаудио Мори Это горячая итальянская пара вместе уже полвека. Они познакомились на съемках фильма «Один страстный тип». И сложно поверить в то, что Челентано не сразу заинтересовал свою будущую жену. Зато потом она отказалась от собственной карьеры, чтобы помогать ему и родила троих детей. Их брак не был безоблачным. У Челентано случился роман с Арнеллой Мутти, но Клаудио была уверена, что он вернется. Он вернулся, а она смогла его простить. Роберт Рождественский и Алла Киреева Он – поэт, которого еще не узнала публика. Она – начинающий литературный критик. Росла популярность Рождественского и росла роль жены в его жизни. Его любви, его музы и его вдохновения. Множество его стихов посвящены ей, а признание в любви она слышала от него каждый день их брака, который длился более 40 лет. Любовь Орлова и Григорий Александров. Он стал вторым мужем актрисы театра Немировича Данченко. А она, благодаря ему, стала самой знаменитой девушкой в Советском Союзе. Их брак был окутан флером загадочности. Почему они всю жизнь называли друг друга на «вы»? Почему у Орлова не было детей? Как она смогла остаться для своего мужа-режиссера и музой, и любимой женщиной, и неизменной главной героиней всех его фильмов? Ясно одно – они были очень счастливы вместе. Федерико Феллини и Джульетта Мазина. Любовь этой пары длилась ровно 50 лет. А познакомились они, когда Джульетте было 18 лет, а Феллини был бедным карикатуристом и еще только писал свой первый сценарий. Именно она помогла ему стать режиссером. Именно она настояла на том, что ему пора снимать фильмы самостоятельно. Именно она снялась в его лучших работах. Ее мнение всегда было для него определяющим. А он? Он был для нее всем. Так что всего через 5 месяцев после его смерти она ушла вслед за ним. Софи Лорен и Карло Понти. Их знакомство началось с конфликта. Знаменитый продюсер настоятельно советовал начинающей 16-летней актрисе похудеть и исправить нос. Она твердо отказывалась, а он перестал приглашать ее на пробы. Через 3 года вспыхнул их роман, который перерос в один из самых крепких кинематографических браков. Он был ее наставником во всем и помог ей стать самой яркой звездой экрана. Она наполняла его жизнь любовью и светом. Мэрил Стрип и Дон Гаммер. Брак этой пары, как они сами утверждают, основан на крепкой дружбе, а не на бурной страсти. Но, похоже, они лукавят. Потому что на фото смотрят друг на друга совсем не по-дружески, а как и подобает очень любящим людям. Их семья проверена временем и четырьмя детьми. И не зря считается одной из самых крепких и дружных в Голливуде. Джордж Буш и Лора Уэлч. История любви бывшего американского президента и его леди развивалась довольно быстро. Поженились они всего через 3 месяца после знакомства, зато и вместе уже четвертые десяток лет. Лора идеальная жена первого лица государства. Она всегда поддерживала мужа, всегда была уверена, что семья справится с любыми невзгодами, а иначе и быть не может. Том Хэнкс и Рита Уилсон. Рита стала второй женой Тома. И хотя ей пришлось подождать, пока он официально разведется со своей первой женой, уже более 20 лет эта пара – образец дружной семьи. Их союз не только брачный, но и творческий. Во многих кино и театральных проектах они выступают вдвоем. Олег Табаков и Марина Зудина. История любви этой пары началась со сплетен и пересудов. Знаменитый педагог, женатый и молодая студентка с большой разницей в возрасте. Тайные отношения, непонимание со стороны его детей. Несмотря на это, после 10-летнего романа они поженились, и их брак стал настоящим союзом, крепким и счастливым. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал.